Любознательным привет! Сегодня я расскажу вам о компьютере, очищающем воду, новой системе визуализации данных и сохранении татарской культуры. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире сотни миллионов людей испытывают дефицит в потреблении основополагающих благ цивилизации. Только в Африке с этими проблемами сталкиваются 625 миллионов человек. Известный изобретатель Марк Атисани вместе со своими коллегами разработал уникальное устройство в Атле, обладающее сразу несколькими важнейшими функциями – очистка воды, генерация солнечной энергии и бесплатный интернет. Как утверждают создатели в Атле, за 15 лет его эксплуатации удастся избежать выброса 2500 тонн парниковых газов, что эквивалентно 5000 баррелям нефти. Установки появятся в Нигерии, Судане, а в перспективе и на всем Африканском континенте. А в России программисты Пермского университета создали систему с Циви, которая позволяет визуализировать практически любые данные. Разработка позволяет представить в наглядном виде структуру ДНК, анализ сообщений в соцсетях или провести мониторинг цен на валютной бирже. Огромные массивы данных и результаты их аналитики благодаря с Циви могут быть отображены в различных форматах. От привычных японских свеч и биржевых котировок до трехмерных моделей при визуализации поведения наночастиц. Разработка будет полезна предприятиям с наукоемкими технологиями, экономистам, физикам, биологам, геологам и исследователям их в других областях. И напоследок в Татарстане. Как сохранить культуру татарского народа точно знает магистрант Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Раиса Имамова. За свои научные исследования она удостоена стипендии Академии наук Республики Татарстан, а также получила грамоту за лучший доклад на 23-й международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых-ломоносов. В планах Раисы представить свой проект создания и продвижения культурного продукта музыкального фольклорного ансамбля. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования материала в учебных курсах по музыкальной фольклористике, этномузыкологии, культурологии и менеджменту. А на этом все.